Если вы решили подняться на Айпетри, то мы вам советуем воспользоваться предложением местных жителей, которые предлагают вам недалеко от нижней станции канатной дороги подняться на вершину Айпетри, подняться на верхнюю станцию канатной дороги, не на вагончике, соответственно канатной дороге, а на небольшом бусике. Обычно это 8-12 местный небольшой бусик, но при этом вы получаете мини-экскурсию бесплатно, то есть вы поднимаетесь в течение минут 40 по извилистой дороге, при этом получаете авторскую экскурсию от водителя. Обычно это местный житель Крыма, который вам расскажет, где снимались какие фильмы, где какие еще достопримечательности вы проезжаете, а обратно уже сможете спускаться на как раз вагончике канатной дороги. Приятного вам путешествия и в этом видео мы как раз покажем те достопримечательности, на которых вам сделают остановки доброжелательные хозяева Крыма. Идем по ущелью к водопаду Учанцу. Говорят, он есть весной, а сейчас надеемся посмотреть на влажную скалу. Красота неимоверная. Сейчас это все бесплатно. Посмотрим, что будет через год и несколько лет. Ну а сейчас очередной раз достопримечательности Крыма бесплатных. Красота неизменters. Красота неизментики California. Красота неизменts. Запускаем мы семьи ability. Красота неизменных. Полевает футболок. Запись медленный дом. Иосификаю говорит. так подходим к водопаду уже слышите шум воды сказочные леса склоны большой каньон ребята там где горы раскололись гора бойка и по каньону постоянно течет река независимо есть дождь или нет скорбивается вода чистая прозрачная вода вот море греется вот этом даже бывает иногда 30 градусов около 30 в этой речке когда стоит жара ребята обычно поднимается 5-6-7 градусов больше не поднимается окунулся выше и омолаживается заходишь нормальными глазами оттуда выходит через секунду глаза маленько становится 5-7 градусов все каньон тоже ребята очень красивый если вы на машине можете ехать вот этой красотой всем вас спускаться до воды могут покупаться выходить в дорогой снова караколь черная боль раньше на таких озерах был и каждый из самых знаменитых 70-80-х годов еще раньше тоже идем на источник нам сказали это самая лучшая вода лучше минерал сейчас проверим вот печет минералка крымская вкуснотища и черепашка выловил вот это сосна и как раз эти колышки свидетельствуют в том что здесь на высоте буратино, здесь и сам буратино кидался в шишками и карабас-бурабас находился под сосной вот эти деревья весь кисть ягод, вы слышали? да, знаю вод растет всего 4 см если с этого дерева делать посуду, кормить поеду человека вот ставим в делу посуду, кормили поеду нашего человека, умер уже на них бывают и ягоды, в конце сентября поспевают такие красные с косточками кушать эти ягоды, косточки его плевать, ничего не будет абсолютно но не дай бог холодную косточку, иначе ломать губами косточки сегодняшняя цена не спасет вот это развалины, ребята, домики это было типа коза мы для военных, когда еще строили дорогу в момент на мины наступили БТР вытягивающие за кошку если смотрели, ребята, фильм снятый вот здесь на платье, куда мы едем, где на Большую Канину где-то полгода назад пошел слух, говорит, Россия будет делать музей сейчас в честь строителям, которые строили вот эту дорогу будут делать музей высота здесь 865 метров уже на дороге моря скала называется Пиндикюль слово Пиндикюль Пятиозер скала Пятиозер беседку строили в 1919 году в честь строителям, которые строили дорогу ее любимое место было, Николая II, ребята, здесь отдыхают кстати, Реводитский увар через фотографии Николай II со своей семьей в этой беседке отдыхают серебряная звать беседкой зимой и не он накрывает блестеть назвали серебряная беседка я вот так, как на ладони, историческое место минут десять, ребята, сходите на беседку, смотрите, пофотографируйтесь, потом поедем жили тем более сейчас ход бесплату тоже здесь вот виднеется серебряная беседка любимое место отдыха Николая II она была построена в честь постройки дороги, которая ведет на Айпетре Махчисаройская дорога и нам рассказали, что как раз весной она покрывается инеем и действительно выглядит как серебряная а вот такой вот вид открывается с беседкой виднеется Ялта кусочек Раюда горы и дальше продолжая путь вы поднимаетесь на плату Айпетре где можете приобрести себе сладости, различные сувениры, чаи и так далее и дальше пешочком будьте готовы к тому, что вам нужно подняться 1234 метра на самую вершину, откуда открывается прекрасный вид поэтому обязательно запаситесь удобной обувью, водичкой и на всякий случай теплой кофтой потому что бывает ветрено и даже дождливо также не поднимаясь вверх, вы можете в долине посетить несколько пещер глубокие красивые пещеры, сталагниты, сталагнаты потому что своим величием также можете покататься на лошадях для сверх экстремалов есть возможность спуститься на тарзанке с самой вершины Айпетре назад на плата и также пройти по мостику над самым-самым обрывом и как я уже говорила в самом начале видео назад в Ялту либо в Мисхор, в Алубку вы можете вернуться либо воспользовавшись опять же услугами местных используя автомобили, такси либо назад вернуться уже на канатной дороге по стоимости это обычно одинаково ну а мы кстати в этот раз погода нам позволила и мы решили спуститься с Айпетре на своих двоих мы спустились с Айпетре пешком по тропе об этом у нас есть отдельное видео поэтому не переключайтесь а можете прямо сейчас кликнуть на следующее видео посмотреть как спуститься с Айпетре пешком если видео вам было полезно и интересно поставьте лайк если возникли вопросы или просто хочется дать обратную связь не стесняйтесь пишите их в комментарии спасибо